Гэты припыночный павильон узорные. Памеры обирали, заходящие с пассажиры потоку. Довжиня 8 метров, шириня 2 с половой. Специальное обсталявание позволяет сделать платежи, выбрать оптимальный режим руху и навод подключиться до интернета. У Гомель гэты судтехники трапил тому, что мясовые улады полтора года тому поверили у компанию проектировщика. На одном из экономичных форумов убачили проекты, которые тогда существовали только виртуально. Потримали идею, оказали супроводжение и вось новація уприхожила центр города. Мы посмотрим, как это будет в эксплуатации, какая будет цена вопросов в дальнейшем обслуживать весь этот комплекс. Потому что мы видим, он на сегодняшний день где-то на шарах, где-то и на два шара впереди того, что мы сегодня имеем на улице. Поэтому я думаю, что мы над этой концепцией будем работать в дальнейшем. Павильон обсталяванный системами видео-назирания и аудио-оповещения. Зручная лавка с подогревом. Есть светло-диодный бягучий радок и система для экстра-найсувязи. Размешаны так само три мониторы у антивандальным выкананне. Первый мае сенсорные экраны, дозволяя вызначить оптимальный маршрут. Другие выводят информацию об часе наближения громадского транспорта. Третий призначен для трансляции рекламных роликов. Объект самостоинно вырабляет электроэнергию, дякуючи солнечным батареям. Это делает его полностью автономным и экологичным. Мы попытались в данном простом, на первый взгляд, остановочном пункте скомбинировать практически все самые нужные, самые важные элементы, которые нужны сегодня в повседневной жизни. Это безопасность, камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки. Это системы мультимедиа. Это табло. Сегодня, мне кажется, это важно, это ярко. Преподнести правильно и интересную информацию. Ауторы проекта кажут, что интерактивный припыночный павильон закликан изробить житё горожан больше комфортным, повысить беспеку и информованность. Анастасия Кучинская, Валера Ихапанько, Михаил Рабко, Утель и радиокомпания «Гомель».